Девушки отдыхают 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 Ой, черт перегорный. До куда? Тысяча? Ну, ты меня знаешь, рано или поздно, ну, обязательно. Знаю, Гриша. Такие клятвы рано или поздно лет двадцать тому назад проходили. А сегодня не надо про поздно. То ли ты от пьянки не сегодня-завтра загнешься, то ли я помру от артериального давления. На, держи. Люблю тебя, Тасенька. У-у-у. А я прям трепещу о твоей роже. Дай тебе Бог здоровья, добрая женщина. Доброе утро, Таисия Петровна. Доброе утро, Вера Ильична. Вы уже пришли, а я хотела до вашего прихода успеть убраться. Ничего, ничего. Убирайтесь. Мне как раз с вами поговорить нужно. Тут Таисия Петровна поликлиники сделали предписание. Сверху. Оформить отношения с техническим персоналом в соответствии с законодательством. Срочно. И что? А вы у нас на серой зарплате, Тась. Ну, на серой. И теперь что? А то, что оформиться нужно официально, вот что. Это значит, сведения о вас пойдут в органы соцзащиты, в органы соцобеспечения и прочее. Понимаете? Нет. Под контроль. Это значит, вы официально лишаетесь всех пенсионных льгот, всех доплат, мониторных льгот и прочее. Как работающие. Понимаете? Тогда какой смысл работы? Я у вас получаю столько, сколько льготы и эти доплаты тянут. Да. Слезы сквозь смех. О чем мы речь? Да. Задачка с вычитанием. В одной старинной пьесе хорошие слова есть. А вы пьесы читаете? Я давным-давно читала, когда мой сын после школы на актера хотел поступать. И что в пьесе написано? Отчаяние умственного тупика. Вот что я запомнила. Отчаяние. Это точно. Отчаяние умственного тупика. Но проблему решать нужно. Отчаяние. Да, нужно. Отчаяние. Будем решать. Отчаяние. Отчаяние. День, Каськарик, кто встань ты? Я тебе шпанюга. Ребят, подождите! Давно ждёшь? Вообще-то даже в далёкой Африке сначала принято здороваться. Утром же виделись. Не виделись. Я в шесть часов уже исчез. Тогда привет. Тогда привет. Чё это там, кирпичи что ли? Садись. Спасибо. Ты обедала? Обедала. Чё было на обед? На обед? Не помню. Понятно. Значит, опять ничего не ела. Фень, ты чё хочешь быть похожа на этих анорексичных моделей, что ли? Ну, ты растущий организм. Тебе надо нормально питаться. Человеку скоро исполнится 12 лет. 13. 13 исполнится. Тем более. Ты знаешь, мальчишкам скелеты не нужны. Уж поверь. А мне пока, мальчишке, без надобности. Это пока. Поверь, ещё раз скоро понадобится. А у тебя ни бёдер, ни сисек. Пап, мы поедем или я пешком? Всё, поедем сейчас. Без глюкозы твои мозги вообще в разнос уйдут. Ну, пап. Что? Я тебя очень люблю. Но только смолкни. Плиз. Ладно. Мы с тобой видимся. Всего ничего. А ты в эти минуты тарахтишь без остановки. И всегда куча дурацких претензий. Ну, прости. Просто я не знаю, как это объяснить. Я тебя тоже очень сильно люблю и... Ну, и волнуюсь постоянно. А как? Да ты успокойся, пап. Всё равно ничего не поменяешь. Ничего. Тепло. Ну, да. Девчонки, идите сюда. Кое-что вам покажу. Вот он. Пока в такой купальник не влезу, на пляж не ногой. Да жрать нужно меньше и бегать больше. Когда все пляжи твои будут. Девоньки, вам не на пляж. Вам в больничку надо лечиться от дистрофии. А вы, бабушка, не завидуйте. Лучше на телефон ответьте. Ой, и правда. Спасибо. Пожалуйста. Да, сынок. Здравствуй, Витенька. Нет, ты меня ни от чего не отрываешь. А чего мне можно оторвать, господи? Нет, просто нормальные звонки на трубке сбились. Какая-то рапсодия играет. Я думала, радио. И не врала. А, ну как ты, Витя? Не врешь? Ну и слава богу. А как, Фенечка? Ну и хорошо. Не, у меня все, у меня все нормально. Нет, нет. Все есть. На все хватает. Спасибо. Как погода в Москве? Мам, какая погода? Ну, такая же, как у вас. В трех километрах от Москвы живешь. Короче, если чего надо, ты скажи. Я покину или подъеду. И вообще, сама звонить тоже. Ну, я просто так заматываюсь, что вообще уже ни о чем не помню. Да. Вить, привет. Здорово. Там этот жаждет тебя видеть. Да, знаю. Все, мам, давай. Я тебя обнимаю, целую. Все, давай, будь. Ага. Давай, стой. Ну, что на этот раз? А ничего нового. Вот я составил лак, будем подписывать. Плесень на бутылках? Результат лабораторного анализа. Вот, прилагается. А вы знаете, какое вино в этих бутылках? Не по барабану какое. Это дорогое вино. Класса Шато. Штучная продукция. Небольших, конкретных, винодельческих имений Франции. Оно годами хранится. В подвалах старинных замков. Ой, только не надо мне тьма пересказывать. Споры грибов там. В порядке вещей. На начальной стадии. На начальной стадии именно эти споры обеспечивают характер брожения и уникальность вкусовых оттенков. Плесень, это нормально. Так должно быть. Ну, в Шато, может быть, и нормально. А у нас по инструкции распотреба ненормально. Вот. Факт нарушения хранения документально зафиксирован. Нам нет времени играть в гляделки. Вот клещ, а. Вот только этого не надо. Сколько? Уже другой разговор. С учетом годовой инфляции... Цифру давай. Пусть молодой отвалит. Дэн исчезнет. О, здоровый, товарищ. Здравствуй, конечка. Привет, Зин. О, привет. Все на пустыре сушат? Ну, а где ж еще? А я как-то приспособилась над ванной. Все сохнет. А на пустыре больше не воруют белье. Да ты че, Тась. Белье давно уже не воруют. Да? Благосостояние выросло, сбыта нету. И кому спрашивается, мои старые панталоны сдались. Вот панталоны твои точно никому. А наволочки под одеяльники. Это вот этим гастарбайдерам. Вот это очень, очень даже. О, новости. Всегда на разбашку. А тут на тебе. Что это? Так, постранись. Дай-ка я попробую. Ну, давай, Дмитрий. Ну, это рай пошалала. Хахали привела минут сорок тому. Целых двух штук. Один здоровенный бугайдеранул, вот она и закрылась. Ну, перекошенная дверь-то. Сорок шестого года изготовления. Ты скажи спасибо, что двоих привела, а не родные. Рай! Раиса! Сволочь! Мать свою со света сжила. А теперь всех соседей хочешь? Я ментов заранее вызову. Ко мне менты давно не ездят, отчаялись. Да и что-то орешь ты, Зин, на ровном месте, да еще и по матери. А ну-ка быстро спускай своего бугая, пусть нам дверь назад выбьет. Заклинило. Это у тебя в мозгах заклинило от зависти к чужой интимной жизни. Ну, суха, в самом деле, дверь подъезда, как-никак, все же место общего пользования, понимаешь? А это место, один из твоих гостей, немножко повредил. Будь добра, попроси его, чтобы он сделал, как было. Пожалуйста. Рая твоя закушу. Да, пожалуйста. Котик, на выход. Ну, ждите. Котики твою бабушку. Ну, если котики-то при деньгах, жди. Большую гулянку, лежбище случится. Ну, это как тайфун. Нравится, не нравится, терпи и пережидай. Слышь, Зина, у тебя вроде своя членница, продукта, у колосквера директором, да? Не директором, она там хозяйка. А чего? Хозяйкой. Да место работы менять надо. Может, ей нужна уборщица? Ты б спросила. Ну, я спрошу. Спросила. Антре, мадам. Слышь, сынок, я предупредить хотела. Ну? Райкина комната над моей. Видишь? Ну? Балки гнилые. И если вы во время танцев, обжиманцев, потолок проломите, век платить будешь, не расплатишься. А меня в нелой балкой пришивете. Посадок. Да базара нет, мать. Если что, мы на цыпочках. Вот, ты сам сказал, на цыпочках. Да. Спасибо. Бежишь? Да, время. Кать, у тебя где-то ложечка была. На обувной полке. Ага. Спасибо. Не за что. Да и есть за что. За что? За все. Не надо. Идешь, иди. Катя, а какие проблемы? Никаких. Катюш, я тебя предупреждал. Ты прекрасная женщина, отличный бухгалтер. И не надо нам было с тобой мешать одну с другим. Но твоя воля была, видит Бог. Да, Бог видит. А виновата я уж в том, что хочется мне мужа. Кать. Да ладно, иди уже. Просто после того, как дверь захлопнется, я часа два себе места не нахожу. Ну, не надо слов. Пока. Пока. Приборы мог бы и сам взять. Да, конечно. Не надо уже. Ты извини, я что-то не соображаю. Надорвался? На грани. Афиня спит? А чем ей еще заниматься без пятнадцати полночь? Я боюсь, что мы и половиной не знаем, чем она может заниматься. Ты с ней ближе. Вот и выясняй с первых рук. Служебные нагрузки, с позволения сказать. Сократи и займись дочерью. Не понял, сарказма. Сарказм тебе кажется. От надрыва. Не вопрос. Можно сократить нагрузки. Только в ущерб. Нашему любимому качеству жизни. Одно содержание этой квартиры выливается в какую-то безумную сумму. Ничего, выдержим как-нибудь содержание. Я зарабатываю почти так же, как ты. Могу больше. Не сомневаюсь. А вот за старую нашу двушку съемщики уже второй месяц не платят. Как так? Никак. Ни копья. Хотя мы с расценками не борзеем. Будь так добр. Разберись, Витя. Валь, у тебя лучше получится разобраться. Я мягкий, а ты жесткая. Благодарю, дорогой. Ну, правда, ты же знаешь, что у меня сейчас с Южной Африкой переговоры, проверки всякие, то да сё. Вот только давай не будем углубляться в твои то да сё. Это рискованно. Сделай, как прошу. И побыстрее. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ой, Господи. Спокойной ночи. Давай! 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 Ой! Пойдемте мне пусты. Давай! 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 Ой! Вот отдорванная у колонной! Рая! Сволочь! Труца! Что ж ты творишь? Мы же договаривались. Татьяна Петровна, непредвиденное обстоятельство. Какие еще непредвиденные? Совесть предвиденная должна быть, людская. А все по совести. Мы календарь от этого изучили. Вчера, 27-го, был день, Всероссийский день библиотек. Мой альмаматер. Так кто ж вчера, Райка? А уже ж сегодня? Ну так в том-то и дело. Сегодня, 28-го мая, день пограничника. Национальный праздник моих котиков. Они рубежи защищали. А у меня у твоих нажратых защитников штукатурка сыпется. Ой, штукатурка, это не мой вопрос. А ну заткнулись! Вы обе поспать в этой малине алкашной задун когда-нибудь или нет? Тебя, Николай Матвич, не спрашивать. Чужой разговор делись. Вот, ружье, вход пущу. Перестреляю всех. На хрен! Тогда, может, наступит тишина. А ты моих котиков не зли, пока они еще добрые. Они лучше тебя стреляют. Я и котиков твоих расстреляю. Ой, туда все посходили, что ли? Ой, господи. Там даже тишина наступит. Ой. Кончета, кончел. Это ж, это ж, это ж, это ж, это ж, поди такое придумай. Всероссийский день библиотек. Где Россия и где библиотеки. Точно, это самое, отчаяние умственного тупика. Ой, батюшки, ой, цветочек мой родной. Ой, 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 ой. А может, так и нужно? А может, так и нужно, чтобы каждый день был праздничный. А что, один раз живем? Один раз живем? Ой. Ой. А может, так и нужно, чтобы каждый день был праздничный. Тебе надо было ехать над своей, следом. И все. Я не понимаю, зачем этот бессмысленный контроль? Увельнешь иначе? Да нет, мы с ними условились. Ну, мне потом на склад надо, а ты как? Такси возьму. Нет проблем. Есть проблема. Ты не заметил, когда мы в Феню подвозили, она одна в школу пошла. Ни с кем не здоровалась. Выходит, тоже одна. Она смотрит под ноги. Я с ней ни одной подружки никогда не видел. Вот проблема. Ничего. Пусть сейчас уже привыкает. К чему? К одиночеству. Плодятся они, что ли? Кто? Тачки. Это их сугубо личное дело. Мне сопровождать? Не надо. Ты просил решить. Вот я и решаю. Собрались, да? Собрались, но, Виктор Андреевич, ну, может... Не, 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 не может. Не волнуйтесь, замок цел. Никто вторую комнату не открывал. Ну, и на том спасибо. Виктор Андреевич, ну, я программу халтурную сдал. Мне на днях точно должны заплатить. Послушай, друг. Терять каждый месяц время из-за этой несчастной суммы, ну, никакого резона. Конючить унизительно. Не брать вроде тоже. Унизительно. Лох лохом тогда получается, да? Так что все. Точка. Всю эту историю со сдачей квартиры вон жена придумала, а я повелся. И совершенно зря. Так что никаких теперь аренд, сдач, все. Реально проблем хватает. Во! Выше крыши. Пусть для дочери будет. На будущее. Мы в Большую переехали, а эта пусть ей остается. Тем более долг я вам прощаю. Дуйте с Богом. А мне уже на работу пора. А галстук у вас цыплячий, дядя. И по цвету этому дикому, ну, никак с этим костюмом не вяжется. Не вяжется. Точно. Как и многое другое. Ну, что поделать. Деревенщина. Ну, оно и видно. Из далекой тьмы таракани, из города Красногорска, неотесанным отроком добрался я аж до самой до Москвы. Пешком. С науками. И наукам выучился. Чего и вам желаю. Все, ребятки, пойдем. До свидания. Ну, как ты вырос. Давно не приезжали к нам, Алечка. Мы не выросли за это время. Какая собака. Ой, здрасте. Ну, мы пойдем. Всего доброго. Держи. Полностью расплатились. Да, я видела. Загрузились в битый жигуленок. Ну, да. Бештанов, зато на машине. Выгнал их. Зачем выгнал? Если расплатились. А чтоб нервы больше не трепали. Мать стареет. Сюда привезу. Куда сюда? Сюда, в двушку. Почему так решительно? Не обсудив? Потому что решено. Твоя мать за гнилой барак держится. Как за родовую усадьбу. Да, барак родовой. Я там родился. И она не за гнилье держится, а за прошлое. С пропиской что? А что с пропиской? Пропишу. Я как собственник. Даю разрешение всех дел. Меня это напрягает. Квартира вроде бы для Феодора предназначается. А ты собственник. Еще и маменьку. А ты расслабься, Валь. Или тебе мало, что новая квартира на тебя оформлена? Речь не обо мне. И не дороже, дешевле. Просто будущее пасьянца нужно хоть немножко предусматривать. Не надо. Мать картами не балуется. Она лоту любит. Ладно. До вечера. Пойду такси ловить. Да, и не надрывайся. Не мальчик. Ты представляешь, купил творог. Да. На 20 рублей. Да, сынуля. Мам, я постояльцев из старой квартиры выгнал. Выгнал? А почему? Да как теперь-то. Ну, потому что не платил. Ну, выгнал и выгнал. Мам, ну, какая тебе разница, почему? В общем, ты давай, перебирайся в нее. Да. И тебе будет лучше. И жилье под присмотром. Ну, и мне спокойнее. Да не, Витюш, да куда? Ну, ты что? У меня здесь все. Люди. Работа, надеюсь, какая-никакая. Ну, и потом, я же не совсем старуха беспомощная. Ну, почему, мам? Да потому что. Так что уж дай мне в твоем мире говориться. Уж какой есть. Я же тебе не указываю, как жить. И ты не руководим, ну, ради Христа. Я же пока еще не в моразне. Ну, ну, все. Давай, целую. Давай, пока. Целую, мама. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Женя, поменяй там, пожалуйста, ценники на молоко. Хорошо, Елена Дмитриевна. Вы не меня ждете? Ой, здравствуйте, Елена Дмитриевна. Добрый день. Здравствуйте. К сожалению, я ничем не смогу вам помочь. Понимаете, условия такие... Да какие такие условия? Особые, что ли? Да здесь все топчутся с утра до глубокой ночи. Все время подтирать приходится. Иначе, знаете, санпедимстанция... Везде топчутся. На то и не люди, чтоб топтаться. Надо, не надо. Мне не привыкать. За восемь тысяч в месяц тоже привыкли. Во! Сколько? Ну, столько я сейчас плачу девчонке из Киргизии. Она три точки взяла. Вот аптеку напротив. Ремонт бытовой техники за углом. И бегает по кругу со шваброй. Всем выгодно и ей хорошо. Нет. По кругу со шваброй мне образование не позволяет. Потом ноги не те. К тому же я не белка. Да, орешки у вас совсем не золотые. Так что извините, Елена Дмитриевна, отвлекла... Да ничего страшного. Извините. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, на пожар что ли? На пожар, там барак горит. Так, гражданка, туда нельзя. Успокойтесь. Отойдите, там опасно. Ну куда? Субтитры создавал DimaTorzok Выше! Только, только штаны схватила. Сама райка живахать. Бог алкашей любит. Ну и хорошо. Что хорошего-то? Да пропади она пропадом. Баллон газовый не до вентила, а курки куда попало. Субтитры создавал DimaTorzok Спряталась куда-то шалава. Глобально, что говорят? Домой назад пустят. Нет, всех переселять будут временно в этот профилакторий. Железнодорожников. Они ведь поначалу версию теракта разрабатывали. Да, вот. А какой тут теракт-то у нас. В общем, сносят. Действительно. Как сносят? Ну ты, давай иди ценности собери, а то что-нибудь собрут. Да какие у меня ценности? Такое, скажешь, вот документы в Радикулле брала с собой для трудоустройства. Там астаток денег. А что? Это хорошо, что так. Но посмотреть надо, мало ли что. А может это? А, да, да, ладно. Сейчас. Как я теперь? Шустрее, шустрее. Хустрее, смотри, пожалуйста. Куда? Куда она пошла, да? Как же теперь-то. Ребята, может вы мне болеянночки накапываете? Спасибо. Слушай, куда пошла? Женщина. Здесь очень опасно, здесь всё может рухнуть в любую секунду. Пойдёмте. Мама, а ты не могла сразу позвонить, а? Потому что сейчас конец дня. Люди едут из города в область с работы. Я не знаю, во сколько я тебя теперь заберу. Ладно, все. Сиди и жди. Давай. И не переживай. Могло быть и хуже. Все, пока. Спину выпрями. Сидишь, как скрученная дуга. У бабушки беда какая-то случилась. Ну, беда не беда. Барак погорел. Не дотла, конечно, но жить ей теперь негде. Класс! Значит, она теперь здесь будет? Ну, пару дней поживет у нас. Потом переселим ее в старую квартиру. А что классного-то? Она смешная. Будет с кем поговорить. А с родителями тебе, значит, поговорить не о чем. А о чем, пап? Можешь сходу тему назвать? Фень, ты видишь, мне к бабушке надо. Ну, начинаешь. Фень, ты видишь? Слушаю. Ополоснулся, переоделся и снова на производство. Мне к матери надо. У нее дом сгорел. Что? Что слышала? Сама-то она нормально? Нормально. Спасибо, что спросила. Надеюсь, ты ее не к нам привезешь? Валь, ты сейчас о чем? Человек, может быть, в шоке находится после такого. Шок? Это не для Таисии Петровны. И что теперь? Кинуть ее сразу в неубранное после квартирантов жилье с пустым и грязным холодильником? Витя, да ты пойми, мне не жалко. Я не за своего сволочного характера. Просто я здраво рассчитываю, чем это переселение может закончиться. И чем? И так все натянуто предельно. Я ее знаю, ты знаешь ее отношения ко мне. Ну, несложно же спокойно рассчитать. А меня задолбали твои расчеты. Мне от твоей спокойной калькуляции жить не хочется. Ты им и все отравила нахрен! А как быть, если между нами ничего, кроме цифр, не осталось? Слышишь? О, как быть! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МАМ? У Бабтаси пожар был. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА М-да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, моя. Ну что, добро мне захотелось, жизнь заставила? Не говори, сынок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, не горюй. Перезимой. Угу. Что тут у тебя? Ну, взяла все самое необходимое. Одежду, документы, утварь. Вот в радикюле все бумаги вот держу в руках, чтобы не запыть. Правильно. У нас бумаги самое главное. Постанавливать за... мучаешься. Да уж, упаси бог. Ой, осторожно. Там сервиз. Ну, вернее, остатки от сервиза. Помнишь такое? С голубенькими цветочками. Да помню, помню. Не волнуйся, я аккуратно. Ну, а с другим барахлом как быть? С каким еще барахлом? Ну, шифоньер. Витя, ты в нем прятаться маленький любил очень. Комод. Если ему еще сделать капитальный ремонт, он еще послужит. Ма, всем твоим шифоньерам и комодам давно место на свалке. Ну, ради бога, забудь ты про это барахло. Ну, как же забыть, Витюшин? Разворуют. Брошенный дом остается. Тех, кому некуда деться, увезли. Бывшие профилактории. Железнодорожников. На автобусах из ритуальной конторы. Почему ритуальный-то? Ну, у города вроде как не было других свободных автобусов. Понятно. Оставили милиционера покараулить. Он сейчас постоял и говорит, на это говно никто не позарится. И ушло с концами. Ну, и правильно сделал милиционер. Давай. А вдруг бабжи заберутся? Ма, ты сама-то сейчас кто? Угу. Да, правда, сынок. Бабжиха. Ну, все, все, перестань. Пошли. Давай, давай. Мама. Прощай, дом. Сколько же мы с тобой? Ну, все, мам, все, все, все. Давай, садись. Все. Все, перестань. Ну, все, перестань, мам. Ну, все, я тебя умоляю. Давай. Ну, все, 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 все. Все. ПОТЕПИВАНЕЮ터 Ой, шея-то, шея-то. Не-не, сервис я сама, а то еще разорвется. Держи, держи. Держу. Мам, отойди, я багажник закрою. Я отхожу. Извините, ради Бога, извините. Ой-ой-ой, маленькая моя, извини, 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 пожалуйста. Ой-ой-ой, больно, да? Пойдем. Миленькая моя, извините. Да, ничего. Извините. Ничего. Пойдем. Ну ладно, мам, пошли. Вот единственный плюс, что я фенечку буду чаще видеть. Ну это вряд ли. Че это? Она в лагерь уезжает на 24 дня. Пионерский? Мам, какой пионерский? Языковой. Пионерский. Языковую колбасу знаю, дорогая зараза. Но это лагерь для углубленного изучения английского. Бедный ребенок. Да после квартирантов все замечательно. Я думала, срача не обберешься. А тут все просто красота. Мам, мы в этой комнате, когда переезжали, оставили все ненужное. Найдешь что-нибудь интересное, пользуйся. А это? Тоже ненужное? А, это вино. Из моей первой импортной партии. Из Африки. Ну оставил на память. Для событий. Так давай откроем бутылочку. События, новоселья. Так, мам, ты забыла, как твой организм реагирует на градус? Да знаю, пошутила я. Ну вот, а я за рулем. Так что давай все вопросы по мере поступления. Завтра. Пора. Ладно? Ты посмотри на время. Все, давай. Погоди. Ну, чего ты? Спасибо тебе, сынок. Ты меня спас от бездомной участи. Мам, ну ты... Ну я тебя люблю не только за это. Я тебя просто люблю. Просто люблю. Очень, очень люблю. А может человек вот так просто любить? Не за что-то, а вот просто. Ну все, все, ну может, может. Ну, успокойся. Ну, все, ма, послушай меня внимательно. Ключи от квартиры на вешалке. В холодильнике пакет с продуктами. Там разберешься. А деньги на подоконнике в кухне. Поняла? Поняла. Ну все, пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дэн, 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 Д Да. Мы не в травму в больницу едем. Там знакомый хороший, аппаратура, томографы всякие. Там с твоей башкой профессиональнее разберутся, чем в травме. Заодно и мать проведаю. А что с ней? Заболела? Да, в некотором роде. А Коля не звонил? Чокнутый? Звонил. Говорил, что не слишком вояшу дался. Даже пистолет не помог. В глаз схлопывал. Да, собрался коллективчик. Знаешь что, Дэн, бросай-ка ты меня. Пособие выдам. На твоем месте я должен был оказаться. Что значит, бросай? Увольняйся. За какие такие пряники тебе все это? Хрен тебе, начальник. Понял? Это что, из-за трех наемных отморозков показать, что мы испугались? Много чести. Прорвемся, Вить. Спасибо, Дэн. Прорвемся. О, понятно. Мать освоилась и за старая. Ну, а че ж не прибраться-то, когда столько времени даром пропадает. А потом, во! Жир на талии, семимильными шагами копится. Я надеюсь, в штат тебя еще не взяли? Ой, ездить далеко. А так пошла бы. Да нам, конечно, тебя не переделать. Ну что, драй палубу. А я у меня тут сотрудник на МРТ после несчастного случая. В общем, узнаю диагноз и вернусь. Вить! Ну че ты, мам? А че со служивцем случилось-то? Да избили парня. Чуть не убили на работе. Кто? Мам, ну какой тебе смысл вникать во все это? Ну, какой толк? Нет, скажи. Я тебе уже говорил, наезжают на меня всерьез. Вот это вот Естгруппа? Естгрупп. Да, серьезная большая фирма, но не брезгуют из подворотня. Да и не волнуйся ты, ну все, я скоро приду. Простите. Не знаю по имени и отчеству. Я к вам. Таисия меня зовут, Таисия Петровна. Очень приятно. Помирились с сыночком-то? Надеюсь. Ну, хорошо. Хочу поблагодарить вас, Таисия Петровна. За что? Врезали в нужный момент. Это дорогого стоит. Ой, ну что вы. Я благодарен вам. Спасибо. Ну, живите дружно. Спасибо. Товарищ генерал. Слушаю вас. А вы и вправду большой начальник? Ну, полиция, милиция, фигура. Ну, в общем-то, при должности. Расплатиться со мной можете, башь на башь, но тоже врезать. Кому? Да у меня у самой сын. Без папы мальчик. Обижают его сильно. Вот я и думаю, раз такой блат появился, грехом не воспользоваться. Расскажите детально. Ну, только, простите, коротко. Да, всего одной минуты хватит. Да, да. Пойдемте в гости. У меня палата без соседей. И там, там столько фруктов, как в Болгарии. Ну, ладно, пойдемте. Короче говоря, подготовишь отчет, подготовишь все бумаги и главный... Здравия желаю, товарищ генерал. Документы готовы? Выдержки по вашему запросу. Скучно, однообразно. Все они как под копьерку. Этаж какой? Тринадцатый. Прикажете с вами подняться? Зачем? Хорьки не отстреливаются, они в норке ныряют. Господин Ставский, к вам из главка МВД. Кто? Дверь закрой со стороны приемной. Хорошо, чай, кофе, может быть коньяк? Дверь. А вы, собственно, по какому вопросу, товарищ, хотелось бы узнать? А больше ничего знать не хотелось бы? Ну, все же таки вопрос. Ну, чего пристал? У меня нет вопросов. На удостовереннице вашу можно взглянуть? Так, для протокола. Гляди. Хотя протокол, это уже следующая стадия. Убедился? Я не сомневался нисколько. Я просто хотел вам сказать, что нас уже по линии МВД курируют. Генерал Севчук. Знаю. Я сейчас Федору Васильевичу Севчуку звякну, и он три секунды открестится и от тебя, и от всей вашей шараги, и от всей виноводочной торговли в мировом масштабе. Звонить? Нет, нет, нет. Ну, зачем вы так? Прошу вас, присаживайтесь. С тобой на одном поле? Никогда. Отвечать. Сидеть. Сказано. Ну, команды голодс? Не было. Как во всех телефильмах говорят. Значит, так. Слушай меня внимательно. Ага. Все говорят. Императрицы говорят, комиссары, иностранные разведчики и бандиты. Все говорят. А теперь я скажу. Значит, так. Слушай меня внимательно. Понял? Голос? Слушаю вас внимательно. Еще раз. Хоть мизинцем в сторону некоего Косарькова и его несчастного бизнеса шевельете, не сносить вам ребятки головы. По полной всех урою, потом укатаю, а потом заасфальтирую. Но мы как бы... Команды голос не было. Вы не только мужика, вы одну хорошую женщину обидели. Его маму. Маму? Маму. Смысл этого слова тебе понятен? Хотя бы смутно. Ну... А женщин обижать некрасиво. За это руки выдергивают. И ноги. И прочие причинные органы. Не надо. Значит так. Извинись. Компенсируй. И шпану свою. Строго предупреди. У меня пока. Все. Да, слушаю. Товарища Петровна. Игорь Сергеевич, я тут попросила, и мне выяснили, что значит это хитрое словечко. Конечно, не метро, как я сначала думала, а матримониальные отношения. От латинского матримониум, что переводится как брак или супружество. А что вы этим хотели сказать? И почему не сказали? Ну, так если в лоб. Да ляпнул с дуру. Не обращайте внимания. С дуру? Нет, так вот так вот не надо. Пожалуйста. Вы человек степенный. Вы не ляпаете. Это я могу так ляпнуть, что потом сама от ужаса сотрясаюсь. А вы, а вы ничего подобного. Объяснитесь до конца. А можно не сейчас, товарища Петровна. А почему не сейчас? Мне как-то не очень хорошо. Игорь Сергеевич. Доброго вам вечера, Тася. Алло, алло, Коля. Это я, Тася, соседка. Коля, ты можешь меня прямо сейчас отбомбить? Ну, свозить от больницы к дому нашему и обратно. Ну, понимаешь, мне надо на пару часов смыться из этой богадельни. Все, спасибо. Бензин оплачу. Все, давай, жду. Высокий такой, старик. С косыночкой на шее. Сам ты старик. Ну, заходил он. Спрашивал о вас. Нормальным голосом спросил? А каким он должен был спросить? Ненормальным, что ли? А мне вот его голос не понравился. Погас голос. Клеит. Ну, вы даете. Это что, из-за голоса, что ли? Надо было из больницы подрываться? На ночь глядя. Когда кто-то гастет начинает, его нужно раздуть. Не раздуешь – угастит. Я обалдею. Вы прямо чучкеистка какая-то. Только наоборот. Кто я? Чучке. Учение такое, философское, корейское. Опора на собственные силы. Только вы не на свои опираетесь. Нет. На тех, кто вас окружает. И давай их поддерживать. Чуть что. Ну, правильно же. Какие у меня свои силы остались? Никаких. Человеку в моем возрасте только и остается, что на окружающих рассчитывать. Ага. Да. И поддерживать. Из кожи вон. Коля, ты рулишь – вот и рули. И внимательно, пожалуйста. Ну, я рулю. Мне своей шизофрении хватает, чтобы еще твою выслушивать. Да рулю я, рулю. Да, я внизу. Приехала. Сейчас поднимаюсь. Надо. Нет, надо. Номер квартиры. Скажите, чтобы я не дыркалась и по балконом не высчитывала. Ну, и что, что клеппа полы испачкала? Что, люди, что ли, не пачкают? Нет. Может, у вас девушка? Так вы не темните. А, вы уже спускаетесь? Спускайтесь. Спускайтесь. Я жду. Мама. Мамеральная. Ой. Боже мой. Игорь Сергеевич, на вас лица нет. Может, скорую вызвать? Не надо. Никакую скорую. Поздно уже. Скончалась она. Кто? Кто? Клепа, кто? Скончалась. Ой, как жалко. Ну, ведь знал же, что к этому идет. И ждал этого. Все равно. Сколько вместе. Я приехал и сразу понял все. Плохо все. Ну, кишечник не держит. Задние ноги отнялись. Ну, все плохо. Ну, я и решился. А Клепа, как услышала, что я звоню ветеринару, чтобы ее усыпить, подтащила сама себя ко мне на передних, посмотрела в глаза и лизнула. А потом вот свернулась глубочко вот здесь на тапочках и все. Она не захотела, чтобы кто-то ее убивал сама. здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. А Джек этот на два года старше, представляете? Она там? Ветеринарка приезжала, забрали в кремацию, но ну, чтобы ложный вызов не оказался там. Еще. Ну, ну, наверное, так лучше. Наверное, так лучше, наверное. Вот если потом, после смерти, там что-то есть и меня в рай пустят, хочу, чтоб не ангелы, а архангелы встречали всякие там. А собаки, которых я любил, целая стая соберется, а среди них моя клепка. А, недолго уже ждать-то осталось, чтобы убедиться. Игорь Сергеевич, давайте не торопиться с убеждениями. Сначала ведь были намерения. Я права? Какие? Матри маниальные. Ведь были? Ну, упоминал. Так вот, в принципе, я не против. Только без этого сексуального аспекта. Заявляю сразу, в этом смысле я полная никто. А я, по-вашему, Казанову, что ли? Увы, давно не он. Вот, все замечательно складывается. Поскорбим о клепе, потом со скорбью закончим и продолжим существование во всем даденном нам объеме. Тихо, мирно, без этих вот, вот этих вот гормональных всплесков. Окей? А что поделаешь-то? Поцелуй меня, ну. А вы... серьезно? Игорь Сергеевич, я юмора вообще не понимаю и сама шутить не умею. Ну, нет, нет, на сегодня все. Ну, все. Пора в клинику нервную почву долечивать. Простите, а как? Подробности завтра. Как? Электронной почты у меня нет, боюсь, что и не будет. поэтому телефон. До завтра. Не, ну мы ж договаривались. Таися. Я позвоню завтра. И, пожалуйста, не грусти. Добрый вечер. Коленька, большое тебе спасибо. Да не за что. Да что ты? Ой. Что-то этот хомут как-то короче стал. А вы так резко-то не дергайте. Вы потихонечку травите. А, что-что, потихонечку травить это мы умеем. А вы что, домой подняться не хотите? А зачем? Потом в клинике хватятся. А там Виктор. Он туда с вещами перебрался. Ну, Виктор большой мальчик. Перебрался, значит, перебрался. Места всем хватит. У него сегодня никаких новостей нет. А все сегодняшние новости у меня на лице. Во! Ничего хорошего. Про плохие я в курсе. А вы что, хорошие новости ждете? Всегда. Ну, давай, поехали в больницу. Вон, уже дождь начинается и устала как-то. Выдохлась. В больницу, так в больницу. КОНЕЦ Мам, открой! Здравствуйте. Здравствуйте. Госпожа Косарькова, Валентина? Да. Разрешите? Пожалуйста. Рад вас видеть. Откуда вы меня знаете? Изучил ваши личные аккаунты по мере необходимости. А вот это вам. Здравствуйте. Здравствуйте. Клёвые цветочки, мам. Бери, раздают. Это Феодора? Редкое красивое имя. О, я вижу, вы плотно ознакомились с личными аккаунтами. По сути, можно? А, извините, по сути. Мне бы с господином Косарьковым поговорить бы, если можно. А позвонить ему прежде не проще было? Ну, не телефонный разговор. А господин Косарьков здесь не живёт? Как не живёт? Уже второй день. А где? Понятия не имею. Может быть, на вокзале, может быть, у бабы. Или на работе. Свалил, короче. Цветы назад возьмите. Нет, нет, нет. Вы точно не знаете, где он? Нет. Ну ладно, хорошо. Извините. Всех благ. До свидания. Феодора, до свидания. До свидания. Ты куда-то собираешься? У меня в одиннадцать встреча. С кем можно узнать? С одним мальчиком. О, это что-то новенькое. Мам, понимаешь, я вхожу, как говорили по телеку, в новый этап взросления, когда что-то новенькое будет встречаться каждый день. Так что ты смирись и не падай в оморок. К тому же сама вызвалась со мной жить. И только со мной. Где встреча? Рядом с околом скверик есть. Феня, в этих сквериках толпы педофилов. Таких вот, которые заходил только что. Так, которые заходил только что? Его же за километр видно, что он педофил. Фух. Я немножко косоватая, но не слепая. Чёрт знает что. Нет, даже чёрт не знает что. Мам, перестань колбаситься, это тебя старит, слышишь? И к тому же отец того мальчика, с которым у меня встреча. Полицейский генерал. Ещё печальней. Золотая разнузданная молодёжь. Не угадала. Он совсем-совсем робкий и стеснительный. Знаю я этих робких и стеснительных, Феня. Ты себе представить не можешь, каким робким и стеснительным был твой любимый подмосковный папочка. Мальчик-колокольчик, которого не приняли ни в одно театральное училище. А я вот дура, возьми да прими. И что? А то, что имеем. Ничего больше. Вы имеете меня. Разве этого мало? Более чем достаточно. Во как! Мама! Вить, ну ты послушай меня. Ты подумай. Ну, отдаст тебе хозяин базы копий видеозапись. Дальше что? На записи видна машина. Ну, а толку-то? Машина утильная. Номер грязью заляп. А на этой записи вообще морда качков не видать. Коля, есть медицинское освидетельствование. Повторяю вопрос. Что дальше? Я тебе объясняю. Ребят, ребят, не ссорьтесь. Не ссорьтесь. Вить, Коля прав. Дохлый номер. Висяк. Только бабки будут выкачивать, но никого не найду. Вот. Спасибо. Дэн, ты готов схавать этот мордобой? Без всяких ответных шагов? Да, готов. И тряпочкой утереться. Ведь бежать-то некуда. Да и глупо, Витя. Да, все такие умные, один я тут дурак сижу. Не, почему? Я псих. Ты псих, я дурак. Я инвалид. Да, хорошая компашка у нас собралась. Что ты вообще явился? Тебе покой предписан. Вот ты должен валяться дома. Для поддержки корпоративного духа. И так далее, в патриотическом духе. Заметь, несмотря на ранения. Мужики, очнитесь, кончилась корпорация. Вы на последней платежке гляньте. Я их специально распечатала. Красную папочку одну к одной сложила. Закрывать пора лавочку. Чем скорее, тем лучше. Подожди, ты что? Дай я, отойди. Ой, да на. Хоть один догадался. Самый топ-перетоп, блин, менеджер. Своими ножками в логово зверя. Отдай пистолет, дядя. Пистолет-то чужой. Извините, про пистолет я забыл. Я с миром. Мне бы господина Косарькова. Ну, это тебе надо мимо меня топать. И вот там, за перегородкой, господин Косарьков. Вить, тебе тут гусь, высокого полета. Кто там еще? А вон, посмотри. Извините. О, какие люди. Че надо? Удостовериться в разгроме? Господин Косарьков, мне бы с вами с глазу на глаз. Я по поручению высшего руководства компании. Без меня ничего не подписывай, Виктор. Здравствуйте. Здрасте. Простите, а нельзя ли без свидетелей? А это не свидетели. Это мои друзья. Не тяни. Могу не сдержаться? Ну, как вам угодно. Значит, вот здесь сто тысяч долларов. Не понял. Ну, давайте назовем это компенсацией за доставленные страдания и упущенную выгоду. Вот, пожалуйста. Да, еще. Компания из групп после тщательного изучения рынка решила отказаться от реализации эксклюзивных вин в мелкорозичном секторе. Так что статус-кво восстановлен. Еще раз приносим извинения за доставленные неудобства. Вот и все, что я уполномочен заявить. Да. Вы не могли бы довести до сведения генерала Протасова, что у нас с вами все тип-то? генерала Протасова? Ну, да, да. А вот перед вашей матушкой я, конечно, готов извиниться в письменной или в любой другой форме. Перед моей матушкой? Она тут при чем? Ну, как же, она же женщина, а женщин обижать нельзя. Вот. Я могу идти? Нет, не можете. Подождите. на улице. Хорошо. Хорошо. Сколько здесь? Сотня. С такими деньгами может и удастся выйти из ямы в ноль? Дэн, это фактически все тебе. А я не отказываюсь. Я прагматичный юноша без совдеповских психологических комплексов. Отказываться от денег идиотизм? Я за. Не, ну денег, конечно, хочется. Ну, стремно. Он какого-то генерала упомянул. А вдруг этот генерал захочет откат получить? Да, какого-то Протасова. Я без понятия, кто это. Причем, как-то странно упомянул, в увязке с моей везде сущей матушкой. А, ну если в увязке с матушкой, тогда не стремно. Почему такой разворот? А потому что Испетровна мудрая женщина. Она сама во всем разберется. Я за. Коля, тогда иди и пошли его. Только я тебя как друга прошу в чисто юридических терминах. Но пошли. Не волнуйся, это будет только нормативная лексика. Жалко, что ты этого не услышишь. Сейчас я его отнормативлю. Так, ну что, тогда эту утреннюю почту оставляем. Тем более, не так часто нам пишут, чтобы отказываться. Да, доктор. Мать опять что-нибудь учудила. Можно, Таисия Петровна? Нужно, доктор. Ну что, будем выписываться, да? Будем. У вас хорошо, особенно в камере с кислородом. Но там снаружи я нужнее, потому что там хуже. Спасибо за все. Звоните Виктору, пусть рассчитывается, раз вызвался. Да, и пожалуйста, помните, о чем я вам говорил. Про бздыкс? Ну что вы. Я выпивку теперь в рот не возьму, даже на собственных поминках. Редкий случай, когда я верю. Да. Проводите меня. Не, ну а что дальше валяться-то? Так привыкну на койки, вообще потом не стану. Всего хорошего. Спасибо большое. Кровь почистили, мозги вправили. Что еще нормальному человеку надо? Ма, так то нормальному. Чего? Ты что сейчас сказал, сынок? Мам, скажи мне только правду. А я тебе когда-нибудь врала? Ты давай не крути. Кто такой генерал Протасов? Протасов? Понятия не имели, ей-богу. Мам. Не, ну вообще-то я познакомилась тут с одним генералом. Ну так, чисто случайно. И? Ну и помогла ему, как к отцу, подход найти к собственному сыночку. Пацан лежал выше этажа, он теперь тоже выписался. И? Что ты икаешь, как и шаг? Ну и попросил его, чтобы он ответно разобрался с твоими и с твестами. Вот и все. Ну, он разобрался? Разобрался? Еще как разобрался. Да что ты дергаешься? Спасибо тебе. Слава Богу. Витюшка, а ты ведь меня лет десять как минимум не целовал. Ну, извини, мать, больше не буду. Нет уж, ты будь. А то, что он Протасовым был, так это я и знать не знала. Отец ребенка, что с лампасами, что без. Просто отец. Хороший или плохой. Мам, а кто мой отец? Ты мне про него и полслова правды не сказала. Поехали. Ну, поехали. С орехами. И долго мы этот дурацкий смех слушать будем? Чего стоим? А мы не поедем никуда. Пока ты мне всю правду про папашу не выложишь. Вот так. Чего, приспичила? Да, мать, приспичила. Сорок лет почти прожил и понятия не имею. Сказки какие-то про командировочного геолога. Вигли геологу в Красногорске болтаться. Там что, нефть, золото, бокситы. Мусорные свалки только закопанные. Может, я поэтому такой не слишком счастливый. Ладно, езжай. Колодцы будут. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Страшно было тебя убивать Ну а начальник от греха подальше устроил мне комнату В старом фонде это наш любимый барак Откупился словом и убыл в Москву на повышение А в Москве с концами пропал вот и весь роман Так что не было ни встреч, ни звонков, ни открыток новогодних Фамилию, имя, отчество давай Ты чё, ведь я что, компьютер, чтоб все эти фиона изусть помнить Фамилию говори Сусляк Иван Никитич, твой персональный отец Хотя ни одной секунды отцом не был, слава богу Сусляк? Ёлки-палки Я не хотела Ты сам напросился Получи правду, какая есть И вот теперь попробуй поспи спокойно Был благородным Виктор Косарьков А теперь стал Витей Сусляк Да поехали, Виктор Сусляк А, ты знаешь, здесь расположился, да? Я могу в маленькой, мне все равно Нет, 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 я буду в маленькой, я привыкла И уже обжилась там Ну, что тебе сотворить на ужин вкусненького Небось оголодал Мам, ничего не надо, я сегодня улетаю на 3-4 дня, а там как получится Куда, опять в Африку? Да, надо возобновлять поставки после этой чехарды Так что придется расшапливаться Да, далеко А я ни разу не видела Африку Только в кино И в книжках, на картинках про Айболита Ну, ничего, в следующий раз возьму тебя с собой Только документы надо оформить Да не смеши, что я там забыла? У меня тут дел непеределанных полно Мам, только я тебя умоляю Без трудоустройства и коллективных запоев, ладно? Ну, что ты, Виктор, все С этим делом я вообще Раз и навсегда на всю жизнь завязала Все Буду личную жизнь налаживать Чего-чего? Ну, а что? Чего ты так шокировал? Какие наши годы? Смешная жизнь, да? Да, Сусляк Александр Николаевич Денис записал Пошарь, будь добр Только без особого напрягов Ушибленной головой Пока я мотаюсь Ну, не важно, кто это Просто надо Да, я хотел Коля попросить Но, сам понимаешь, на тебя надежды больше Сусляк Сусляк Фамилия такая Все, Дэн, давай Пока Игорь Сергеевич Привет Привет, это я Как сами-то? Да я тоже более-менее Вот Вернулась из больницы На место временного проживания И готова капитально увидеться с вами Да, к несчастью, я за городом Тайси Петровна Мне халтурку подбросили Ну, пристройку к даче Ну, вот я и еду Познакомиться с хозяином Посмотреть Я буду курить А вечером Ну, с огромным удовольствием Да, только почему вы говорите К месту временного проживания Тайси Петровна Так все мы здесь временные Это только некоторым кажется Что если штамп там поставлен И деньги припасены Так они постоянно Хорошо Тогда созвонимся А я пока окно успею Малыш А у вас, между прочим Какая-то женщина По стеклом Не могу разглядеть Старая или молодая Ну, какая женщина Это дочка А, дочка Тогда хорошо Дочка нормально А то у меня чувство ревности Прямо в грудь кольнуло Даже не ожидала Звоните Ага Буду на проводе Хорошо До свидания Ну, пойдем Пойдем, моя хорошая На гулянку сужу Пойдем Здорово Привет Костя Грей Девушка Торчит уже наружу Спасибо Пожалуйста Старший Земля А такую музыку любишь? Угу К сожалению Солид же умер Года полтора назад Я в классе дал послушать А они Идиоты Для них попса вкуснее Через три Через три к этой теме вернемся Хорошо? Хорошо, давай Я запомню дату А через пять лет Для тебя в опале береза стоял Настоящая радость Вот именно Фенечка Вот именно Почему мне, собственно, не радоваться Если в опале Стоит береза Или роща золотая Цветет и пахнет Что в этом плохого Объяснение? Ну я же шучу, ба Не заводись Я шуток не понимаю Ладно, если вы кушать не хотите Я пойду Мне по делам кое-куда надо А вы слушайте свою эту чернуху Улетную Вадик Как у тебя с отцом? Все в порядке? Спасибо вам Он вроде ничего стал О, отлично Пойду Ой, телефон О, отлично Сидишь тоже один Да, видать судьба Ну, иди ко мне Иди, малыш О, иди, иди, иди Иди, мой миленький Иди, хороший О, и Петка Мальчик О, как же мне везет на мужиков Мы пойдем домой Все, дождь вот-вот начнется Идем Клепа 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 Женщина Женщина С собаками Тоже хороший И молочка А я с этой стороны Возле касс подожду Тебя встречу И расплачусь Ну, ты че помрет с голоду ребенок С утра болтается Нежрамше Под дождем Ну, брошенная сирота Ну, че мне его На дождь, что ли Ну, против правил Конечно Ну, ничего Ну, ладно Ждите указ Уважаемые покупатели В нашем магазине В отделе Клепа Вы можете приобрести Свежие кузыри Из натурального мяса От сечного Клепа 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 Ну, что, Тошенька Поел Попил Намылся Служ наделал Бесстыдник Кайфуешь, да? Кайфуешь Кайфуешь Ну, кайфуй Тошенька Почему ты Собственно Тоша Антон Антоний Антоний И Клеопатра Это как у Витки В пьесе Клепа Клепа Кайфуешь 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 По хозяйству Игорь Сергеевич Мне ваша консультация нужна В собачьем вопросе Ну, так Ну, в собачьем вопросе Я долго слушаю вас Кайфуешь 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 Здравствуй Здравствуй Боже мой Я вас поздравляю с приобретением Ну, настоящий Стопроцентный дворянин То есть из благородных То есть дворняжка Ух, какие лапы крепкие Хорошие Ух, а судя по габаритам Крупным псом будет А я маленьких не очень люблю Они очень истеричные от своего роста А вот в этом дворянине Ну, породы 3-4 на место Как минимум Ой, где? Где моя дворняжечка? Вот она Где мой маленький дворняжечка? Иди Иди А дворняги я знаю Они здоровее породистых Вроде как не изнеженные Да Совершенно верно И непредсказуемые Ну, а что А мы разве можем с вами предсказать Что с нами через 5 минут будет? Ой, извините Подержите Иди сюда А я вот, к сожалению, могу Через 5 минут я буду кашу варить А потом Прогулка Как бы склепай А на самом деле без нее А потом буду овощи варить Для обеда А возьмите нас, Тоши, на прогулку Это Тоша? Да А полное имя Антоний Ух ты Понимаю Что? Таисия Петровна Это вы только с виду женщина простецкая А на самом деле вы Высокообразованная И начитанная женщина Просто в школу Прятаться от дождя ходила Обложек книжных начиталась Вот и все Да, только не О-о-о Ой-ой-ой Смотри, какой характер Только не-не-не-не Без прививки На улице с ним гулять Ни в коем случае нельзя Собак полным-полно И чумку можно прямо с земли подхватить Да А это в 90% ведет к гибели Ну, может, мы как-нибудь Пишемся в оставшиеся 10% Он же все на пол делает Я сегодня ночью на его этом самом И чуть не это Не убилась Не-не-не Нельзя рисковать ни в коем случае Вот, любят Что? Мной, значит, можно рисковать А им нельзя рисковать Нельзя Вот, я сейчас же ветеринару позвоню Своему Съезжу сам Сделаю уколчик И только ни ну Недели через две, ни меньше Все дорожки нашего парка Будут для нас открыты Дверь у вас тоже открыта Как в деревне Маша Ты как здесь? Выйти-ка, папа Мне с дамой переговорить надо Тет-а-тет Но Игорь Сергеевич Ну, пройдите в ту комнату Вместе со Щенковым Да А Маша Маша Скройся Хамовато вы с отцом А я многим хамоватой кажусь Потому что честная А этого не любят Вот не в отца В маму, наверное, да? Мама тоже была Амеба И давай без родословных А Давайте не тыкать, девушка Могу и на вы Я сразу почувствовала неладное И все про вас узнала Болтается тетечка Без скала, без двора Погорелица на птичьих правах А тут, пожалуйста, старичок С признаками маразма В самом деле Почему бы глаз на его квартирку не положить? Все как-то определеннее будет, да? Как ты можешь, Маша, так? Как ты смеешь, так? Не с тобой разговор Со мной Нет, со мной Квартира нужна Бери Сдавай, продавай Делай, что хочешь Одно только счастье Что мать этого не видит А мне все равно Я где угодно могу жить В сарае В пристройке У заказчиков все равно где Не смеши народ, папа Замолчи, замолчи, Машка Замолчи, я сказал тебе Он здесь будет жить Вот с этого момента Он будет жить здесь И пошла вон отсюда Тась Живо Живо, я сказала Пока отца до инфаркта не довела Ну, успокойся, миленький мой Ну Давай по 30 капель Боже мой Какой же стыд Какой же стыд Все, все, все Выбрось из головы Все, забыли И Хоть пить мне категорически нельзя Но Будем Не слышу Не слышу ответа Постараемся быть Я очень тебя прошу Постарайся А хочешь на брудершафт? Я хочу, но Не умею Да я тоже не умею Давай просто так Давай Хорошо, пошла Эх И кашу с овощами Теперь придется варить мне Вот тебе Хваленая предсказуемость Смешная жизнь Идем, идем, идем Ну, к чему Такое великое переселение Тась Я погорячился И ты погорячилась Ну, ни к чему нам это Доказательство Нет, к чему Ты демонстрируешь свою силу Стой на своем слове Пусть знает Она привыкла к твоей интеллигентности Ты слово скажешь И в кусты Вот она и пользуется Ну и Никаких но Теперь это мой вопрос Я решаю Вперед, за мной Тась Ну, давай Иди Тась Вперед, вперед Да Как, ну, как-то Как кутенок Честно Ну, неправда Здрасте Здрасте Тась Чего у тебя происходит-то? Все по-описанному происходит Даш Мужчина должен жить с женщиной Точка Беги дверь открывай Тась А может быть Ничего не может быть Пожалуйста, пожалуйста Спросим Ну, я не знаю Да Ой, Тась Надо еще кульман перевести Кульман для меня Это хлеб А этот твой кульман Большой? Большой Он метр шириной Полтора высотой Я никак не могу освоить Компьютерное моделирование Вкусно пахнет так Ух ты Вот это да Красота Ну, чего? Ну, я не могу Таким Холестерин на ночь Венегрета обещала Вон, видишь В кастрюле свекла варится А свекла варится Очень долго Будешь ждать? Пожалуйста Ну, тогда я с тобой подожду Ладно А я пока Вещи, что ли, разложу А то собрал наспех А может Нет, не может быть Иди И разбери вещи А то помнюсь Тошечка Ой, мой маленький Кушать хочет Мой маленький На, на Кушай Ты что? Тошка А ну, пошли со мной А ну, пошли со мной Ты что? Нельзя Тася Ну, нельзя Кусоченьки со стола Ты что? Перестань Ну, собака моя Мне для нее куска не жалко Все равно Нельзя приучать к столу Нельзя со стола давать А ты не попрошай Ничего я тебе сказал Пойдем со мной Все Уже свои правила устанавливает О, Господи Проспала 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 Коза Доброе утро Доброе утро Как спалось? Ну, я бы еще часика-два поспала бы с удовольствием Куда в такой рань? В ветеринарке Я специально записался На пораньше Пока бабушки с кошками не повалили Спасибо Спасибо А сумка какая-нибудь найдется для Тоша Сейчас Подожди Я сейчас что-нибудь придумаю А позавтракать? Ну, не раньше десяти, как вернусь И желательно кашу Какую? Гречневую Спасибо Тоша Тошка Тоженька Иди ко мне Куда побежал? Иди сюда Держи А поцеловать? Сегодня заслужила И я Тошка 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 Здрасте 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 Тошка Тошка А вы, значит, новый бойфренд Таисия Петровна Что значит Новый, а у нее Есть старый? Ни в коем случае Таисия Петровна Не та женщина У которой могут быть Старые бойфренды Одни только новые Прошу Спасибо Вот не было у бабы забот Купила баба порося Вот че он ее сюда положил Стирать, не стирать Повешу сюда Пусть греется Гречка 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 Есть? И что нам тут не место Игорь Сергеевич А за гречкой надо идти Ну я тебе понял Вечером увидимся Жду тебя Пока Привет Привет, Костик Виктор, не вернулся? Понятия не имею И не хочу иметь никакого понятия Ни о каком Викторе Значит, как обычно Примитивно сладкий коктейль Налей-ка мне коньячку Коньячку, коньячку Я не ошиблась Окей Привет, мам Ой, а тебе вином пахнет И вчера пахло Не твое дело Это кто? У меня гость Нормальные люди, когда ждут гостей Предупреждают своих близких За сколько? За день? За неделю? Я спросила, кто это? Это я Извините Я уже ухожу Обуться можно здесь Спасибо Вать Я пойду До свидания Ну, мама, ну Ну, зачем ты так? Что? Тебе хочется подискуссировать? Оспорить устаревшие нормы? Когда я к бабушке с ним без предупреждения пришла Она была только рада Вот и живи тогда Со своей бабушкой А с меня хватит Этой самодеятельности Каждый гнет свое А я здесь кто? Я зачем? Хорошо Что хорошо? Когда ничего хорошего Ты куда? Ты предложила? Я соглашаюсь До свидания До свидания Продолжение следует... Иду, иду Иду, иду Слышу, слышу Вот такое нетерпение Я к тебе, баба Ой, милая моя фенечка Что такое? Что? Что? Ну, судя по мордашке До веки поселиться Типа того Да? Поругались? Она сама послала Куда? К тебе Куда же еще? Ко мне? Ба, можно я у тебя поживу? Конечно, конечно, моя миленькая На то она и мамы, чтоб слать по-матерински Пойдем, поможешь мне моих мужчин обслуживать Ну, пойдем Ой А это кто? Вот это первый мой мужчина Тоша, Антоний Ой, какой хороший А на кухне второй Еще лучше Травой обедает Как травой? Травой Пойдем, познакомлю Пойдем Для кого это теперь все? Че это там? Ой, яй Смотри Да, Бог есть Таисия Петровна Здравствуй Я как раз к вам хотела Вещички кое-какие для Феодоры Сами понимаете Подростковые фокусы Хлопанем дверями Ничего, перебесится Слушай, тебе не надо бы за руль Понимаешь? Мне много чего не надо, Таисия Петровна Знать бы, что надо Хочешь, я скажу? Новый совет от Санта-Клауса Не, ну не иршись Давай в машину сядем Садитесь Слушаю вас Если разобраться Ты абсолютно героическая женщина О-о-о Да Я сутки бок о бок с мужчиной покрутилась И у меня уже небо в овчинку стало А ты столько лет Штамы, носки, бритвы за ним Да дело-то не в штанах Таисия Петровна Да я знаю, что не в штанах дело Дело в другом Я поняла Виктор только тебя всерьез любит Вот в чем дело Старая песня Почему я должна Да потому что ты дуреха А он вообще полный дурак Вот Я Давай вот не якать Давай не якать Давай по-бабски, по-людски поговорим Давай Заводи, поехали Спасибо Субтитры сделал DimaTorzok Ни фига себе Да Скорешник занят Лежбище Морских котиков На земле Франции Иосифа Ну мама Спасибо Привет, Дэн Извини, что так рано Да, вернулся Слава Богу, все улажено А ты случайно концы этого Александра Суслика Не нашел? Живой? Молодец, Дэнчик Так, давай Деплый адрес Здрасте И вам не хворачивай И вам не хворачивай Пойдем Хозяева Есть кто дома? Хозяева Если вы насчет земли Я не продаю Самому Деваться некуда Ну что надо-то? Я Я из соцобеспечения Очухались Долго же вы собирались После моих Девятнадцати жалов Пришли наконец Я новенький Велели проверить Как вы тут А в курс дела не вели А куда выводить-то? А что? В курс дела Во Видал? Гниль одна А плюс ко всему Они еще в это гнилье Прописывать отказываются Хотя по закону обязанным Как единственное место проживания А без прописки У меня проблемы С мед Обслуживанием А без Медобслуживания Я У вас Собесие там есть? Такая услуга Хранять Одинокие А? Надеюсь А я Нет Мне Бывшей Номенклатуре Моей пенсии Еле-еле На две упаковки Лекарств хватает Вот тебе Весь курс дела Сынок Пельмешки Спасибо, спасибо Со сметанкой И мне И мне Ой, сынок Всем приятного аппетита Папуля Здравствуй Привет, дочка Привет Это у вас поздний завтрак Или ранний обед? Да какая разница В Африке все хорошо? В Африке? Угу Хорошо И у нас, слава богу Садись Только руки не забудь С мылом вымыть Пап А чего это за штуковина? А, дочь Это тебе подарок Сюрприз Класс Труба такая В Абузела А труба к чему? Ну как к чему? Ну чтоб дудеть на футболе Тихо ты Тошку разбудишь Ой С Вадимом оторвемся Да нет, дочь Футбол тут ни при чем Это Раньше Вождей племен В Абузелы Иззывали все племя Чтобы объединиться И решить Ну какой-нибудь Жизненно важный вопрос В дни торжеств И так далее Вроде как Ерехонская Типа того Спасибо, папуль Витенька Познакомься Это Игорь Сергеевич Наш сосед Из дома напротив Очень приятно И мне очень приятно Я Временно тут Был Я понимаю У вас в доме Авария Коммунальная Да Совершенно верно Мам Можно тебя на минутку Ну вот и все Аварию ликвидировали Вещички можно собирать Игорь Ну Ну Игорь Ну Ну Таисия Петровна По-моему У нас в лесопарке Лучше получалось Ой, Тошка 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 Вот могу и Тошку Собрать Да нет Да нет Теперь Не я с вами А ты с нами Будешь гулять Да Садись И продолжай Завтракать Ну Ну Неудобно Ну все 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 удобно Таисия Петровна Тошка Что, сынок? Мам Меня нашли координаты В общем, я Был сегодня у него У кого? У Суслика Твоего У Суслика? У Суслика И что? Живет в какой-то развалине В пяти километрах от города Садовое товарищество И сам подстать Замшелый, больной Еле дышит Больше ничего и никого нет Ты ему сказал? Зачем? Совсем помирает, да? Похоже Хотел завтра поехать в контору В компанию этих управляющих По поводу их бумажек Там шороху навести Но ничего, компания потерпит Повезешь меня завтра к садоводу К моей завтра Свезешь, не развалишься Отец он тебе, Витя Какой ни на есть Жил не по-человечески Так хоть пусть помрет человеком Умытым Накорбленным В одежде чистой И Бог ему судья, Витя А не мы с тобой Хорошо, мам Угу Проходите, пожалуйста Благодарю, Валюшка Мы с вами на один этаж И в одну квартиру Интересно Здрасте Привет, мам Привет, Феня А папа только что прилетел Это его багаж? Нет, это Игорь Сергеевича А кто такой Игорь Сергеевич? Мам, на тебя больше спросить не о чем Бабулин, бойфренд Валентина Здравствуйте Таисия Петровна Здравствуйте Я на минутку привезла Давай, Валя Почему на минутку? Почему на минутку? Всем места хватит Хоть на всю жизнь Виктор К тебе жена приехала Таисия Петровна Валя, останься Вот видишь, Лара Была обычная мертвая квартира А теперь площадь трех вокзалов Честное слово Коленька Ты радоваться должен А вы что там маячите? Проходите тоже Не люблю отказывать Таиса Петровна Шикарно выглядит Здрасте Добрый вечер Заметелла жена? Очень приятно Ну а вы что притаились, Инна Ливановна? Как день папы Гамлета? Таисенька Я оклемалась за последнюю неделю И после нашего экстремального пати Решила сделать ответный жест Какой жест? Вот Настоящий массандровский Извини меня Взоворожение Херс Советских времен Дерегла Спасибо Но сегодня без всякого пати И тем более без Хереса Чай будем пить Проходи Ну что Опять поют Сегодня у них как-то лучше получается Ладненько Какая Слышишь На всю магистраль Лишь журавли Печально пролетая Че ты гудешь? Поехать 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 Лишь 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 Поехать Вы мне давайте не указывайте Настоящий Печально пролетая Дай проехать Дай проехать Да подожди ты Кого жалеть Ведь каждый в мире странник Пройдет Зайдет И вновь Оставит Дом А всех Пушедших Грезит Конопля Ник С широким месяцем Над голубым Прудом Не жаль мне лет Растраченных на Парасанах Не жаль души Сиреневую цветь В саду горит Костер рябины красной Но никого не может он согреть В саду горит костер рябины красной Нам никого не может он согреть И если время ветром разметая Сгребет их все в один ненужный ком Скажите так, что роща золотая Отговорила милым языком Скажите так, что роща золотая Отговорила милым Шрий Слышите? Лара, на лара, на ларанада Субтитры создавал DimaTorzok